Приветствую всех любителей кино. Джейсон Борн возвращается. Серию попытались перезапустить с Аароном Кроссом, новым агентом в исполнении Джереми Реннера. Но зрителей не проведешь. В названии фильма упоминается Борн, а в самой картине герой Мэтта Дэймона отсутствует. Разгневанные поклонники книг Роберта Ладлэма запустили отрицательный сарафан, и спин-офф провалился в прокате. Тогда продюсеры решили рискнуть и пойти на уступки Мэтту Дэймону. Так они вернули фильм режиссера, ну и, конечно, самого героя. Напоминаем, что главным условием четвертой части была их совместная работа и хороший сценарий. Над последним Пол Гринграсс в итоге поработал лично. Гонорар голливудским ремесленникам тоже удвоили. Куда без этого. Тебя выследили. Надо уходить. Глазам не верят Джейсон Борн. Новый Джейсон Борн в итоге отделался от заголовков и просто великолепно стартовал по миру. Премьера во многих странах еще не состоялась, а кассовые сборы картины уже перевалили за 350 миллионов долларов. Хакер. Один из наших бывших сотрудников. Ее засекли на пути в Афины. Около здания греческого парламента беспорядки. Девушку главного героя сыграет юная красавица Алисия Викандер, отхватившая Оскар на последней церемонии. Ей явно понравилось соблазнять шпионов. И не успев охмурить нашего чекиста в агентах Анкл Гая Ричи, актриса стала новой пассией другого, невероятно известного агента. Борн умеет быть невидимым. Думаю, я смогу его вернуть. В противном случае мы его ликвидируем. Вы понятия не имеете, с кем связались. Алисия, кто следующий? Джеймс Бонд? Если вы соскучились по трясущейся камере и изобретательным дракам, то 1 сентября, пока школьники страдают из-за закончившихся каникул, вы можете устроить себе праздник и сходить на вернувшегося из небытия Джейсона Борна. Но учтите, ничего нового. Четвертая часть с Мэттом Дэймоном в образе брутального, но доброго душегуба предложить не может. Цель вашего визита, сэр. Бизнесом. Джейсон Борн